Смотрите, по-хорошему мы с вами должны поговорить о том, что же такое телевидение и о том, как же мы можем его сделать лучше. Давайте начнем, наверное, с того, зачем нам вообще в УЗИ нужен телеканал, как вам кажется? Освещать на очередной принятии. Что еще? Потому что у студентов сейчас клиповое сознание, они не способны ничего читать, особенно длинные новости. Они могут воспринимать... Для этого нам нужно телевидение. Реклама. Ублизить студентов, объединить их и так далее. Привлечение этих ребят. На самом деле, когда ВУЗ создает внутри себя телеканал, в нем двигает несколько основных аспектов. Во-первых, если это инициатива самих студентов, которые хотят реализовать себя, либо они, ну, например, они учатся на журфаке. Им, безусловно, нужна практика. Потому что без практики сейчас нынешней журналистики никуда. Когда вы выпуститесь после пяти лет обучения на входе этой журналистики, и вы придете в любое издательство, любое агентство, либо на телеканал, и у вас нет практики, вас возьмут не сразу, и будут определенные проблемы с тем, чтобы дальше пойти работать. Поэтому, безусловно, когда вы учитесь, сразу нужно практиковаться. И студенческие телеканалы, студенческие радиоцентры, газеты – это наилучший вариант вообще практики в принципе ВУЗе. Но зачастую, конечно, очень много людей, которые занимаются журналистикой в подобных студиях, издательствах, они не учатся профессионально на журналистов, они в основном учатся на каких-то других специальностях, но они чувствуют в себе потребность рассказать о чем-то. Это очень важно. Поэтому, собственно, первый аспект – это сами студенты, которые хотят своим же студентам рассказать. Рассказать о ВУЗе, рассказать о той профессии, которой они занимаются. Вообще, чем-то поделиться. Желание чем-то поделиться – это самый основной некий посыл журналисту, который вообще должен быть. Если он не хочет делиться информацией, не хочет доносить какие-то сведения, то вообще зачем ему заниматься в аналисте? Зачем ему тратить собственное время и время те, кто его будет смотреть? И второй аспект, конечно, это желание самого ВУЗа. Потому что понятно, что любое техническое обеспечение требует денежных средств, это затратно, и сами студенты зачастую не смогут купить дорогое оборудование, и все остальное прочее для того, чтобы полноценно создать и телеэфир, радиостанция, с газетой, конечно, проще. Собственно, ВУЗу нужен самопиак, ВУЗу нужно привлечение абитуриентов. Самое важное. Собственно, имея эти основные позиции со стороны студентов, со стороны руководства ВУЗа, мы можем создать уже что-то полноценное, студенческое, что будет поддержано именно руководством ВУЗа. И здесь очень важно, чтобы тот ВУЗовский телеканал, который вы создаете, реально был поддержан. Потому что если вы в контурах, как есть в некоторых ВУЗах, когда студенты создали собственный телеканал, они в контурах с ректором, они даже публикуют какие-то пропорционные сообщения, видеоролики и все остальное прочее. Но им сразу намного сложнее жить и существовать, ну это понятно, учиться в том числе. Поэтому здесь, конечно, как и, собственно, вообще в жизни всегда ищутся компромиссы. Когда и вы можете каким-то образом уступить, и когда вам уступают, да, дая определенные и финансовые, и технические обеспечения, и право на то, чтобы вы все-таки были не просто новости освещали, как, знаете, прошла такая-такая конференция, а реально что-то интересное доносили, да, рассказывали о чем-то интересном. Как-то все-таки просвещали тех студентов, которые учатся в ВУЗе. Собственно, я думаю, что вы, наверное, это все знаете, раз вы создаете телеканалы в своих ВУЗах, да, наверное? Да? Ну да. Ну да? Как-то неуверенно. Ну, мы думаем, что это телеканалы, в общем-то так. Не, ну понятно, что понятие вообще телеканал, ВУЗовский телеканал, оно слишком масштабное для той деятельности, которая происходит, но в некоторых ВУЗах, начиная как раз с нуля, потом эти телеканалы вырастают до серьезных проектов. Вот, например, Казанский федеральный университет, их телеканал «Юниверсмотри», который сейчас уже вошел в Казани в кабельные сети. А начинали они так же несколько человек, решили сделать студенческое телевидение. А сейчас у них несколько студий, большой штат персонала и круглосуточное вещание. Здесь самое важное именно стремление создать что-то интересное. И вот опять же, студенческий телеканал, это как, может быть, некий первый шаг на вашем пути дальнейшего вообще развития в телевидении, вашего становления как журналиста. Потому что если вы не сделаете первый шаг в студенческие годы, потом будет на самом деле уже поздновато. Потому что сейчас мы живем в век, когда все очень быстро развивается, меняется, когда журналистика становится по принципу клика. То есть если на вас кликнули, значит, вы хороший журналист, но на вас не кликнули, вы плохой журналист. А уже не важно, что вы написали. Такое сейчас мышление в основном у обывателя. И поэтому, когда вы пишете материалы, вы, в принципе, должны следовать определенным, может, канонам письма, для того, чтобы информационные сюжеты смогли просчитать, чтобы зритель спокойнее как-то вынес информацию, чтобы он понял ее. Здесь мы живем в том веке, когда сложность повествования, она, наоборот, уже выходит на второй план. Когда наиболее краткая мысль, она достигает зрителя. А всевозможные аналитические материалы, они уже некий второй пласт материалов. Вы знаете, да, что такое первый-второй пласт материалов? Ну, например, вы делаете какую-то повестку. Вот у нас сегодняшнее мероприятие. Что мы о нем напишем? Это данная лекция? Ну, например. Всего не слышала. Что бы не слышала. Самое первое, это название. У всего должно быть название. И это название должно быть нисколько креативным, сколько понятным донести конкретные события. То есть не то, что прошло такое-то мероприятие, это никого не интересует. Всех не интересует, что на мероприятии произошло. И как раз название отражается то, что произошло на мероприятии. Какая-то интересная фраза, еще что-то. А потом уже идет основной текст. Но, собственно, сегодня мы, я не думаю, что с вами будем разбирать на то, как пишут тексты, тем более, что я так понимаю, что вас интересует сам телевидение. Я вам сейчас кратко расскажу о Международной ассоциации с юническим телевидением, которая была создана в этом году. Как раз эта ассоциация была инициативой самих студентов. Мы на телеканале уже примерно 4 года сотрудничаем с разными вузами как раз по освещению этой действенности, которая происходит в институтах. То есть они нам высылают информацию, мы ее обрабатываем, делаем информационные программы, и это размещаем у себя в эфире. Собственно, 3 года назад мы провели первый медиафорум в Московском авиационном институте, где как раз собрали на тот момент наших партнеров из вузов, именно студентов, которые занимаются телевидением. И тогда еще мы решили, что все-таки для полноценного развития студенческих объединений, студенческих телестудий нужно создать что-то общее, чтобы мы могли обмениваться опытом. Чтобы когда студент хочет создать внутри вуза телеканал, он не изобретал заново велосипед, а он имел конкретные... Он позвонил в ассоциацию, говорит, я хочу сделать в своем вузе телевидения. Как мне это сделать? Ему рассказали, что ему нужно сделать. Он входит в ассоциацию. Его ассоциация сразу начинает поддерживать. Чем поддерживать? Общаться с ректором. Чтобы ректор понял, что его вузе нужно, чтобы он был на телевидении, чтобы он помог, техническое обеспечение, и тому прочее. И, собственно, таким образом у этого студента уже есть конкретные перечени того, что он может сделать. У него есть уже поддержка, ему проще создать свой вузовский телеканал, соответственно. Это первый аспект, это именно обмен опытом. Второй аспект, конечно, это обучение. Мы будем сейчас создавать большое количество видеоматериалов, лекций. Но главное, не сухие, а динамичные интересы. Например, вот прям у конкретики. Как снять пресс-конференцию? Для оператора, например. Как снять пресс-конференцию? Кто где должен находиться? Как вообще нужно ее проводить? Коротко, 10 минут, выложим все подробно. О том, как пишутся новостные материалы. Например, на «Россия сегодня». Есть прям блок, название, что, где, когда. Потом блок, зачем, почему, зачем вообще мне это читать. Конкретные позиции. И то, как там тоже в 10 минутах. Чтобы была понятная информация, которую студент реально может пользоваться. Соответственно, второй аспект, это вот именно обучающие лекции. Третий аспект, собственно, это то, что я сейчас выступаю перед вами, это живые выступления. Это рассказ о самой ассоциации, и это как раз обмен опытом. То есть тиражирование опыта, который есть в студических телестудиях. Значит, далее, это очень важный аспект, как стажировки. Не секрет, что, когда на практику, например, принимают какие-то большие издательства или телеканалы, в основном студенты что делают? Я не знаю, сколько мы хотим. Работают бесплатно. Ну, это само собой. Я не знаю, сталкиваетесь ли вы с этим. Каждый канал берет на стажировку, например, в нашем городе. Потому что у них полный рабочий штат, они сами не знают, куда девать своих журналистов. Я искала работу, но меня, к сожалению, не взяли, потому что и опыта работы мало, и желающих много. Собственно, первый аспект в стажировках и в практиках мы будем стараться делать таким образом, чтобы там, где нет возможности стажировок в городах, чтобы в тех городах, кто есть неподалеку, там налаживать процесс стажировок, чтобы были общежития, где можно там было бы пожить на время стажировки и все остальное прочее. То есть это тоже будем заниматься. И один из главных аспектов, с которым очень многие сталкивались, это то, что когда они приходят на практику, ну, какому-то партнеру, например, вуза, зачастую они либо пьют, носят кофе, либо они занимаются эксерксом. Собственно, ассоциация будет следить за тем, чтобы такого не было. Чтобы они реально занимались. То есть, в своем роде, это еще не просто ассоциация, да? Это продвижение. Это как профсоюз еще кто может, да. То есть, в том числе, задача профсоюза. Понятно, что, понимаете, сейчас студенческий телеканал настолько быстро развивается, что это уже становится как неким персональным сообществом. Любое персональное сообщество должно быть объединено для того, чтобы продвигать свои идеи. Поэтому, собственно, ассоциация и была создана. И здесь очень важно, что она поддержана Министерством образовывания наук Российской Федерации. Собственно, я уже сказал, что несколько лет назад мы провели этот медиафорум, на котором студенты сказали, да, нужно это сделать. Почему так много времени прошло? Прошло так много времени, потому что мы очень долго пытались как раз наладить записвотмошение с властными структурами. Наладить отношения с Министерством образования, чтобы они поняли, что это действительно нужно дорести на них. И, собственно, в этой работе сейчас, в партнерах ассоциации Министерства образования наук Российской Федерации Кусарственной Думы Российской Федерации, Российская Академия Образования, Российский Союз Молодежи, Евразийская Академия Телевидения и Радио, ну и, конечно, Образовательный Телеканал просвещения, который на первых порах будет выступать в качестве площадки и для стажировок, и для практик, также он будет предоставлять эфирное время для размещения студенческих телепроектов, для того, чтобы продвигать их вперед. То есть, грубо говоря, предоставлять эфирное время для самой ассоциации. Собственно, сейчас ассоциация уже зарегистрирована, наконец-то это свершилось. То, к чему мы шли так много лет, да, произошло, и сейчас мы надеемся, что как раз ассоциация станет действительно большой международной организацией. Ведь название международное не просто так. Мы уже за это время провели большое количество переговоров с зарубежными вузами. В частности, это Китай-Индия. В Китае это один из... Популярные наполнения. Да. В частности, Китай это самый большой вуз вообще в Европе, который готовит медианаправление. У них медиавуз это целый кампус. Это как Дальневосточный университет. Представляете, да? На базе которого существует пять федеральных телеканалов. Вы представьте. Там внутри. И студенты не сидят вот так вот в лекциях, а не сидят как бы в телестудиях, где постоянно идет образовательный процесс. То есть все познается на практике. То есть там вообще абсолютно другое образование. И как раз международный аспект позволит обмениваться опытом между разными странами студентов. Конечно, посылать наших лучших студентов за границу, чтобы они там стажировались, обучались. Тем самым узнавая о том, какая же журналистика в других странах. Понимаете, да? Поэтому на самом деле задач очень много. Но эти задачи невыполнимы без, безусловно, поддержки самих студентов, на которых это и направлено. Поэтому я надеюсь, что будем работать вместе. Да, вопросы? Да, у меня вопрос, он давно уже меня учат. Как вы относитесь к тому, что телевидение по сути само вымирает? Потому что молодежь не смотрит телевидение. Смотрит телевидение, мы достаточно взрослый контингент людей. И зачем мы тогда этим занимаемся, если нас не смотрят? Либо телевидение выходит уже в какой-то новый формат, но в какой? Смотрите, сейчас все очень быстро развивается и меняется. Телевидение в изначальном понимании, что это такое было, когда оно только заражалось. То есть телевидение, это возможность донесения информации до человека на Камчатке, понимаете? Из Москвы до Камчатки, например. Это возможность оповещения. То, во что оно превратилось сейчас, это уже немножко другое. Да, развлекательные программы, все остальное прочее. Но основная суть телевидения, по сути, она просто перемещается. Сейчас именно телевидение становится просто способом распространения информации. Так же, как интернет, просто способ распространения информации, а также радио и газеты. А вот уже какую информацию вы подаете, в каком качестве вот этот вопрос. Сейчас на первом плане это контент. То, что вы показываете. Вы можете свой качественный материал разместить в интернете, в своей социальной сети. Вы можете показать его на телевидении. Это просто разная аудитория. Продвижение аудитории. Поэтому в этом плане, конечно, телевидение никогда не умрет. Вот эти основные его позиции, они всегда останутся. Просто они дополняются, дополняются интернетом. Дополняются другими аспектами. А способ распространения информации он в любом случае останется. Потому что телевидение на данный момент в любом случае самый большой объем аудитории его смотрит в любом случае. Все-таки интернет пока не такое большое количество смотрит. Ну, ты сейчас говоришь про молодежь. Да. Никто не включает телевидение. Надо понимать, что просто... Понимаете, тут надо рассматривать еще во временном промежутке. Если мы говорим, а сейчас, то здесь одна ситуация. Если, например, мы делаем средства, например, на 10 лет вперед. Понятно, что наше поколение вырастет. Оно стоит уже старшим поколением. А что будет через 20 лет, мы, наверное, вообще его смотреть не будем. Но у всех, наверное, есть смарт-эвэ. Телевизор, который как бы это еще и компьютер. По сути, вот оно. Просто видоизменение телевидения. Но все равно там есть такая же кнопочка телеканала, которая может посмотреть в прямом эфире. Ведь здесь еще в чем интересный аспект телевидения. Возможно, прямых эфиров. Понимаете? То, что в интернете не всегда есть. Некоторые блогеры это делают, прямые эфиры. Но это не столь профессионально сделано. Знаете, как было, когда интернет только зарождался. Что в интернете появлялось? Блогеры, которые делают какой-то контент, но он некачественно выглядит. Все равно это смотреть, потому что ничего смотреть, в принципе, не было. Когда профессиональные журналисты начали уходить в интернет. В итоге, что сейчас в фейсбуке постят в основном? Хорошие статьи, хорошие видеоматериалы журналистов, которые прошли просто в интернет. То есть, в любом случае, технологическое обеспечение, качество материала, оно все равно выходит на первый план. В любом случае. В этом плане, конечно, оно просто видоизменится. Оно, конечно, наслоится определенное течение времени в плане визуального поискования, в плане донесения информации. Но все равно все всегда так влияется. Также в литературе всегда так менялось. Возьмите все, что угодно. Всегда идут изменения. Поэтому это просто... Хорошо, можно тогда вытекающие вопросы? В общем, как тогда зарабатывать с помощью телевизии? Например, у нас региональные каналы предоставляют очень просто маленькую зарплату, потому что нас, по сути, не смотрят. Как тогда зарплаты с помощью телевизии? На самом деле, это неправда, что вас не смотрят. Вас смотрит регион. Понимаете, здесь вопрос еще привлечения рекламных денег. Понятно, что нынешние телеканалы живут в достаточно таких в сжатых рамках. Финансирование маленькое. Рекламные бюджеты тоже маленькие. Но в чем плюс именно региональных телеканалов, что их смотрит непосредственно конкретная аудитория региона. В этом плане для рекламного наблюдателя, конечно, лучше. Потому что когда они развиваются внутри своего региона, им намного интереснее разместить рекламу на региональном телеканале, который точно смотрят жители, нежели на каком-то общем телеканале. Ведь почему сейчас, например, настолько популярный нишевый телеканал по неразмещению рекламы? Потому что рекламодатель сразу знает его. Этот телеканал – это конкретная группа людей. Ему, например, нужна конкретно эта группа людей. Соответственно, он там будет размещать. Конечно, это непросто. Например, телеканал просвещения живет на грани купаемости. Собственно, рекламы там очень мало. В основном это социальная реклама, это реклама каких-то издательств, это реклама вузов. То есть это именно профильная реклама. Телемагазинов у нас нет, экстрасенсов у нас тоже нет. А, собственно, это на самом деле самая популярная реклама, которая вообще выдает на краю кабельных телеканалов. Кабельных телеканалов вы не включите наверняка видели, да? О-о-о-о, там. Я вижу, да, у вас там черт. Мне казалось, это только ТВ-3. А бывают экстрасенсы, которые на нас подают. Ой, что только не бывает. И нам такое очень много предлагают, но мы понимаем, что это полный бред. Мы делали телеканал для того, чтобы заработать. Поэтому мы от этого отказались, но вышли на определенную, как бы, почти самокупаемость, чтобы хотя бы телеканал существовал, мог развиваться. Это тоже очень важно. То есть мы немножко по-другому построили именно маркетинговую систему. То есть мы привлекаем именно спонсорские деньги, на производство конкретных проектов, которые просто в какой-то производитель выступают им в качестве партнера, спонсора. Тем самым это намного проще для зрителя воспринимать. Нет такой тупой рекламы. Ну и для нас интересно. В регионах, конечно, здесь надо смотреть на специфику региона, безусловно. Да, но регионы Афтериал, конечно, очень маленькие деньги. С этим очень часто участвуют. Я очень жалко, что мы видели эту деградацию телевидения. Может быть, на какой-то новый этап? Может быть, завести канал информационного в интернете? Я не знаю. Это между своей собственной? Нет, не собственно, просто я думаю, как вообще развиваться с помощью телевидения. Мы сейчас вот этим занимаемся, хотелось бы заниматься и далее. А когда люди совсем перестанут его смотреть, куда мы пойдем? Это будет не скоро, я тебе сразу говорю. Лет 15-20 это точно не есть. Я думаю, какое-то время ты все поймешь. У меня еще не нравится, не нравится. 15-20 лет. Нет, смотрите, просто я повторяю, телевидение, оно в любом случае останется. Просто изменится именно структура его. То есть это могут не быть такие, например, кабельные телеканалы региональные с костным мышлением. Потому что, понимаете, здесь все зависит от того, какое мышление у руководства, у редактора. Из любого телеканала можно делать интересное повествование, интересные материалы выдавать. Но когда зачастую в региональной телевидении мы сталкиваемся с этим, что руководство, у него костное мышление, они готовы изменяться. Они не готовы делать что-то новое. Они живут временем Советского Союза, когда там было определенное повествование. Но тогда просто было другое мышление у населения. По-другому воспринимался мир. И поэтому там более такая размеренная, картинка, все спокойно, статично. Сейчас все по-другому. И очень многие просто не готовы меняться. Те, кто не готовы меняться, конечно, мрут. Останутся те, кто готовы меняться, готовы модернизироваться. Например, сейчас мы готовим полностью ребрендинг телеканала всего. То есть сейчас, собственно, нам сейчас уже 5 лет. И мы подошли к тому, что мы полностью меняем вести. Мы полностью поворачиваемся в сторону молодежи. Сейчас мы выбираем как раз логотип. Это будет такой 2D график, интересный, креативный логотип. Полностью будет другая сетка вещания, более динамичная, интересная. С подачей от молодежи непосредственно. То есть, пожалуйста, мы изменяемся. Также на самом деле каждый региональный кабельный телеканал должен измениться, должен обновить свои сетка вещаний. Если они это сделают, значит, они пойдут в новое время. Потому что когда ты динамично и интересный, тебя больше смотрят, соответственно, и возможность привлечения рекламы намного больше. Но в частности, конечно, ассоциация, в том числе мы создадим свое СМИ, студенческое телевидение, мы пока еще не придумали, как оно будет называться. Вначале она будет вещаться в рамках телеканала просвещения. То есть она будет выделена как раз рекламное время под студенческие проекты. А потом, может быть, это будет полностью самостоятельный телеканал студенческий. Вещать новости могут только студенты или вообще молодежь? Вообще молодежь. Студенты, да. Ну да. Просто, безусловно, студенческое телевидение, оно очень объемное. Здесь есть и студенты, это не только те, кто учится. Знаете, это могут быть бакалавры, магистры. Это не только те, кто в самом начале пути. Конечно, мы будем объединять вообще молодежные медиа. В наших планах и объединение, и радионаправление, и печатных изданий. То есть мы будем расширяться. Собственно, сейчас у нас первый этап. Этап становления. Чтобы ассоциации все узнали, поняли, что действительно, благодаря ассоциации они могут решать какие-то свои проблемы, которые у них есть. Находить ответы на вопросы, которые у них есть. Это очень важно. Если действительно мы сможем помогать студентам, которые занимаются медиа, значит, действительно, мы не просто так назвались. Маст. Мы еще на Маст ТВ. Таким образом. Я надеюсь, что действительно, так, через полгода это будет очень большая международная организация, в которой будут включать себя более 100 членов по всему миру. И действительно, студенты, которые входят в эту ассоциацию, смогут полноценно себя развивать в журналистах. Вопросы? Да. Нет уже каких-либо аналогов подобных ассоциаций? Пытались сделать много раз. Не получалось. Несколько раз не получалось, потому что делали студенты, и у них не было поддержки правительственной. Собственно, то, почему мы так долго и ждали. Ну да, нужно доказать идею, нужно доказать, что это надо. Да. И только тогда это может действительно расти вперед. Вроде как у нас получилось. И я очень рад, что действительно Министерство образования нас поддержало, и Государственная Дума поддержало, что они действительно осознали, что это нужно развивать. Ну, собственно, опять же, здесь все... Знаете, как есть накапливание энергии, такое понятие. Да, в один момент она просто выплескивается. И так же и здесь просто возникает все больше и больше телестудий, все больше студентов в это вовлекается. И сейчас конкретное понимание, что нужно делать реально профессиональное сообщество. Вопросы? Вот как раз вопрос касается профессионального сообщества. Я так понимаю, что основная задача и акцент ставится на объединение всех телестудий возможных и приведение ее к какому-то общему знаменателю. Вот, соответственно, у меня есть вопрос, как это все вообще можно структурировать, потому что, в принципе, контент в самом очень разнообразный. Каждый вуз не похож на другую. У нас нет задачи все под общую приметку сделать, в любом случае. Каждый телеканал вузе индивидуально. У каждого есть интересная программа в той или иной области. Наша задача помочь им развиться. Помочь им решить те или иные вопросы, которые у них стоят. Помочь им в продвижении этого материала. Есть ли у них проблемы в техническом обеспечении, помочь им решить эти проблемы. Мы не хотим ни в коем случае говорить, что ты неправильно делаешь контент. Ну, так это вообще неправильно говорить. У каждого есть свое видение. Тем более, что в студенческие годы, наоборот, надо экспериментировать, надо делать что-то новое. Если вы сразу в студенческие годы сожмете какие-то рамки, но будут потом вам хуже развиваться, наоборот, в студенческие годы вы можете пробовать в журналистике все, что угодно. У вас есть возможность попробовать все темы и понять, что вам действительно близко. А что вы можете изменить? Может, вы можете предложить какой-то интересный новый формат? Поэтому здесь, наоборот, ни в коем случае мы не будем всех под одним гребенком. Мы единственное, что будем помогать. Помогать развиваться. Помогать делать материалы. Помогать налаживать отношения с руководством вуза, с регионом. Ведь очень многие телеканалы сейчас вузовские делают интересный контент, у них нет выхода. То есть мы будем предоставлять им выход в эфир телеканал просвещения. Выход, возможно, в региональные их телеканалы. Таким образом. Конечно, будем помогать внутри вуза делать вещания онлайн на плазму. До этого уровня надо дорасти, потому что, опять же, это оборудование, это опыт, это время, и команда, должно быть достаточно много людей, чтобы это все обеспечивать. Конечно. Ну, на первых порах, если вузу интересен вещание внутри самого здания, то мы можем его помочь обеспечить по помощи, во-первых, контента других членов ассоциации. Здесь очень важный аспект, что каждый член ассоциации будет иметь право пользоваться контентом другого члена ассоциации. И телеканал просвещения. Ну, безусловно, телеканал просвещения, так как он член ассоциации. Это очень важно. Что значит использовать? В плане, вы можете использовать в эфире. В своем эфире. Также, например, вы находитесь, ну, неважно, в каком городе, вам срочно для вашего материала нужно снять интервью в Москве у какого-то спикера. Вы слезаете через ассоциацию, конкретный член ассоциации вам может помочь в Москве это сделать, например, и посылать вам материал. Вы, в свою очередь, поможете другому члену ассоциации. Тем самым мы делаем еще такую рабочую сеть, чтобы как раз те материалы, которые выпускали, были интереснее, насыщеннее. Это тоже один из таких важных аспектов, который, конечно, поможет как раз сделать больше и контента для вещания. И если такого контента нет, используя тот контент, который есть в других членов, и контент телеканала просвещения. Я правильно понимаю то, что данная ассоциация можно провести параллель с тем же РСР, она ставит перед собой задачу развития именно не какого-то общего такого мегапроекта с включенностью бесконечного множества вузов, а развитие именно телевидения внутри самих вузов. благодаря созданию какого-то общего пространства для консультации. Да, грубо говоря, да. Но понимаете, в любом случае тоже глобальный проект. Ну это да. Да. Просто наш, значит, именно внутри самих вузов развить. Ну, в принципе, это могут быть не только вузы, ведь студенческие, молодежные медиа, они могут быть и вне вузов. Да, здесь мы тоже помогаем. Но, конечно, в принципе, это мы направлены на сами вузы. Такое создание для общего информационного поля вообще образовательных ресурсов. А что уже сделано? Есть какие-то результаты, что нужно посмотреть? Или это тоже вопрос как бы идея? Нет. Ну я же говорю, мы уже несколько лет ведь этим занимаемся. Это безусловно. Во-первых, сейчас в эфире телекампосвещения выходит информационный проект «Медиакарта высшая школа России», где как раз и рассказывается о новостях вуза, где вузы нам подготавливают информационные материалы, мы их обрабатываем и делаем единую информационную программу по всей России. И это показываем все на телеканале, размещаем в социальных сетях. Министерство образования и науки Российской Федерации размещает это в своих социальных сетях. То есть вот как бы... Обещание телевизионное же. Техническая охвата аудитории пока 11 миллионов человек. Это мало сразу. Пусть вас не пугает всех. Из них технических... Просто некоторые по 11 миллионам, у нас в стране их намного больше. Практическая аудитория, есть техническая аудитория, те, кто просто имеет возможность смотреть. Ну и непонятно, не все из них реально осмотрят. Практически это миллионы. Вот. Ну это как бы мы сейчас на первом этапе именно распространения своего ощущения. Понятно, что дальше будем в России. Наши планы, естественно, сделать федеральный образовательный телеканал. Федерального уровня, федерального масштаба. Готом его выйти на международный уровень. Да. Года три назад я была на форуме, на это как раз «Спросы молодежи». И нам презентовали проект, который называется «Телеканал «Смена». То есть вы знаете об этом телеканале? Чем вы отличаетесь? И куда лучше, масштаб или… Мы пришли, да. Я загуглила, сейчас посмотрела, они тоже много с кем-то трудничают, но не поняла, где они вещаются. К сожалению, они прекратили свои ощущения. Все уже, да? Да. Да. Покойной ночи. Сладко. Ну да, мы поехали. К сожалению, они прекратили свои ощущения. Там и так все начиналось. Там остались только региональные деления, те, которые просто назвались телеканалом «Смена», но по сути не имеют ничего с основным телеканалом общего. Это был телеканал «Вуза Синергия». Синергия. Я не все могу говорить, и мне пишут. Там сложная история, и, к сожалению, да, они прекратили свои ощущения. Поэтому кардинально отличаемся, мы вещаем, мы развиваемся. И изначально у них не было проекта вообще создания ассоциаций. Собственно, все потуги в создании ассоциаций изначально исходили от нас. Это было и при прошлом руководителе Росмолодежи Сергея Белоконева, когда мы ему предлагали, и тогда начались определенные действия, потом бамс, он ушел, все это прекратилось. Потом мы пошли с другой стороны, потом с другой стороны. В итоге получилось. Наконец-то мы нашли единомышленников в сфере и образования, и власти, которые действительно поняли, что это очень важная тема, которую нужно поддержать и нужно развивать. Потому что, знаете, как если сейчас не поддерживают, потом может быть и поздно. А какая из чего состоит ваша команда? Кто в нее входит? Ты между протеканалами и про ассоциацию? Про ассоциацию. Про ассоциацию. Ну, собственно, сейчас в ассоциации пока только три человека. Ну, официально, в смысле. Это наш генеральный директор телеканала Ксюнчук Владимирович. Он исполнительный директор ассоциации. Собственно, я, Костючук Сергей Владимирович, главный редактор телеканала «Просвещение», и являюсь в редакции руководителем сетевой редакции, в ассоциации руководителя сетевой редакции. То есть там будет некая структура, которая как раз будет объединять в себе редакторов телестудии всех. То есть они смогут как раз обмениваться опытом в этой редакции. Ну, мы бы назвали так. Сетевая редакция. Сетевая потому, что большая сеть разбросана. Собственно, я буду руководителем этой ассоциации. Третий человек – это президент ассоциации, Антон Ищенко. Это депутат Государственной Думы. У него комитет по инновациям и образования как раз. То есть это непосредственно его тематика, он его развивает. Ну и дальше это непосредственно те люди, которые в Министерстве образования нас поддерживают, в Академии образования. То есть сейчас в основном это непосредственно те люди, которые делают именно техническое обеспечение, профессиональное обеспечение, документацию. Потому что понятно, что такая большая структура требует огромный пласт подготовки именно, грубо говоря, бумажной. Это очень важно. Потому что без этого такая большая структура не поедет дальше. А впоследствии, конечно, у нас будет штат редакторов, которые будут непосредственно работать каждый на свой регион, чтобы связываться, чтобы обрабатывать все запросы, вопросы, которые есть. Будет отдельная техническая база, которая будет делать единый дата-центр, куда будут сливаться все материалы, откуда можно будет брать материалы. Дата-центр будет храниться в России, что очень важно, а не в иностранных государствах. Там будет все храниться, обрабатываться, и оттуда можно будет делать как раз телеэфир. Также у нас будет обеспечение, ну, чтобы, например, круглосуточно, 7 неделью, 24 часа в сутки, любой человек из ассоциации мог позвонить, и мы могли сразу оперативно решить любой вопрос. То есть будет оперативная такая база. То есть в связи планируется, ну, я думаю, человек 15 в ассоциации будет точно, и будет именно заниматься администрированием. А уже понятно, что сам контент мы будем юрить совместно с самими студентами. Тут не нужно просто так раздувать штат, это, естественно, самое главное не техническое обеспечение. Можно сразу еще несколько вопросов по вещанию? Ну, понятно, что каждый будет вещать в своем ВУЗе, а общие… Лучшие проекты будут вещаться в эфире образовательных каналов просвещения. Ну, какие, например? Ну, вот, например, не интересно же будет всем жителям, ну, всем студентам смотреть о том, какая у нас там прошла научная конференция. Смотрите, у нас будет отдельный блок, это информационная программа. Вот то, что медиакарта в Школы России, то, что уже выходит в эфире телеканалов. Что такое новостей? Да, ну, это новости ВУЗов, мы его так назвали, собственно говоря. Это отдельный блок, который будет разбит по регионам. Сейчас это единая программа, которая уходит у нас в эфире. Понятно, потом с увеличением объема, на одно дело, там большое количество программ, определенных блоков по регионам непосредственно. Собственно, лучше именно телевизионный проект – это, может быть, какие-то телевизионные программы, дискуссионные программы, интересные интервью. Ведь, на самом деле, огромное количество интересного контента происходит в ВУЗе. Его надо просто обрабатывать и показывать. Конечно, именно в этом сегменте это не новости. В этом сегменте это непосредственно какие-то ваши телевизионные интересные проекты. Там, не знаю, дискуссионные, может, какие-нибудь ролики интересные о событиях. Ведь некоторые ВУЗы не стандартно подают новости закадровать тексты, интервью. Они как-то делают интересы на музыке, со вставками интервью, как просто голос спикера. То есть у каждого есть определенный формат интересный. И это можно как раз тиражировать и показывать. У меня вопрос. Преследуете какой-нибудь сегменты в квартире? Понятно, что ассоциация должна жить. Иначе она будет одной из тех ассоциаций, которые так и не выросли, а просто сразу умерли в самом начале. Понятно, что первое — это членские взносы. Так как мы планируем, что членов будет более 100 к середине следующего года, соответственно, мы делим так, чтобы членские взносы в год покрывали эти расходы, которые мы будем производить. Но так как расходы будут не очень большие, потому что мы не будем раздавать просто так штат. То есть надо сказать, чтобы хотя бы это было покрыто, чтобы расходы реально функционировали дальше. То есть это членские взносы и это поддержка государства, на которую мы очень сильно рассчитываем. Членом ассоциации, я так понимаю, будет как раз-таки одна из организаций. То есть не конкретные люди, а вот, например, у нас три студии ЛГПУ будут члены. Здесь разница. То есть смотри, просто членом ассоциации можно стать вообще любой. Перостепенно, конечно, мы делаем аспекты на сами вузы, потому что вуз — это не просто человек, это вообще как глумерат всего, там есть всё. И, конечно, это в основном будут именно сами организационные структуры, там вузы, какие-то, не знаю, там ООО, ЗАО, неважно. На самом деле любая компания может к нам вступать. Главное, чтобы наша деятельность совпадала. В именно сетевую редакцию будут вступать непосредственно сами журналисты молодые. То есть у нас будут и сами организации, и журналисты все вместе. Просто вы назвали 100. Да, 100 членов я имею в виду вузов. Это будут вузы. Можно ещё? Да, да. Вот вы, как человек, посвящён данным вопросом, сможете ли назвать какие-то ведущие студенческие проекты, или будущие студенческие стилистудии, на которых можно было бы равняться? Да, конечно. Ну, на мой взгляд, самый лучший студенческий телеканал — это телеканал Казанского федерального университета. У них очень хорошее сокровища, они, по-самому, молодцы. Собственно, кто ещё из таких? Ну, во-первых, это Тюменский государственный университет, их телеканал Евразион ТВ. Очень хороший контент. Это Томский государственный университет. Тоже очень хорошие проекты. Если мы говорим именно вкупе, да, именно телеканал Казанского, понятно, что отдельные какие-то программы хорошие делают очень многие. Да, это и Крымский федеральный, Северо-Кавказский федеральный вообще молодцы. Они ни разу, вообще ни разу за время нашего партнёрства ещё не пропускали эфир. Они уникальны, все пропускали. Хоть раз, но не высылали, что-то там было не то, накладки. Эти ни разу. Всегда как штык их файлы приходят. Молодцы. И всегда очень качественный материал. Поэтому Северо-Кавказский федеральный они очень молодцы в этом плане. Но у них просто, если они делают информационный сюжет, у них нет самого выхода. То есть их нельзя назвать полноценным телеканалом. Например, полноценный телеканал, то есть вот три, которые я назвал. Основные это больше как медиа-центры. Ну, например, Северо-Арктический федеральный университет. Их медиа-центр Арктический мост, Арктический мост. Как вы связываетесь с узами? Как вы их находите? Телефон, email, контакты. Ну, просто за то время, что мы уже работаем на телеканале, мы наработали определенную базу. У нас сейчас более 60 вузов, с которыми мы в партнерстве. Ну, начиналось это как? Просто со звонка. А потом это вот медиа-форумы, на которых мы просто встречаемся, знакомимся. Ну, только таким образом. В самом деле, я ничего другого не придумал. Вот. Есть еще вопросы? Можете поделиться с нами секретным привлечением публики? Можно еще немножко конкретизировать вопрос. В частности, очень интересует аспект именно, как правильно выкладывать новости, куда их выкладывать, на какие порталы. Ну, смотрите, тут очень сложно понять. Привлечение публики — это одно. Публика привлекается разными моментами. Начиная от какой-нибудь ереси, что-то эпатажное — это публику всегда привлекает. Если мы говорим все-таки о привлечении публики на какой-то нас интересующий контент, образовательный, социальный, молодежный, если мы не говорим о том, что мы в кадре будем раздевать какую-нибудь девушку, еще что-то, да? Не этим будем привлекать, да? А будем привлекать реально какими-то интересными материалами. То здесь самое важное — это подача. На самом деле подача информации. То есть тот человек, который находится, например, в кадре, он должен непосредственно работать с зрителем. Он не должен встать в уголке что-то там о себе говорить. Он должен, знаете, видеть корреспондент, ведущий. Это как актер в фильме. Кто такой актер в фильме? Это тот персонаж, через который зритель себя воспринимает в этом кино. То же самое в любом телепроизведении. Все равно это произведение. Ведущий, корреспондент — это тот человек, через которого зритель узнает информацию. Вам не кажется, что это будет скучно? Что именно? Ну вот вообще вот... Я просто не понимаю, чем можно вот таким вот прям выстрелить, чтобы это смотрели, чтобы... Для того, чтобы заработать такую вот большую аудиторию, нужно что-то прям вау. Я пока вот этого вау на самом деле не услышала. Здесь очень сложно, потому что, чтобы было прям вау в один момент, должно быть что-то вот эпатажное. Только это работает. Но это сейчас так. Вот, например, YouTube — очень хороший такой средств общества. Потому что, кто на что подписан, у кого больше подписчиков, то как бы популярно. Но есть разные блоги, которые вообще непонятно, почему популярны. Но только потом, потому что они эпатируют публику. Вот, единственный фактор. Но посмотрим у нас странные блоги. Например, такой научный журнал, как «Весос», там три журнала выходят на канале. Значит, у одного журнала три миллиона подписчиков, у двух вторых по два с половиной. «Научная журналистика». Просто они там очень интересно повествуют. То есть там всё построено именно на ведущих. Он очень интересно говорит, приводит какие-то справки, он жестикулирует, у него мимика работает. Он может начать с видов там, а может быть и не так. Он какие-то интересные повороты делает. И это цепляет публику. И мы видим реально подписками, что это популярно. За рубежом это очень популярно. И у нас это уже начинает набирать популярность. У нас есть очень много таких вот как бы образовательных телеканалов, грубо говоря, ну таких просветительских, которые несут в себе эту функцию, на которые объединили это повествование с развлечением. Объединение вот этих факторов как раз оно и способствует привлечению публики. Когда ты интересно говоришь о науке, когда… Это можно учиться. Будут проводиться какие-то занятия? Будет что-то вот в этом плане проводиться? Потому что я пока себе не сильно представляю, как можно какую-нибудь лекцию по физике красиво преподнести, чтобы она была понятна. Ну, во-первых, если вам это интересна тема, я вот очень советую зайти и посмотреть в ВИСОС. Есть… Я, кстати, даже… Я думаю, что если набрать W, S, U, ВИСОС. ВИСОС. Я просто не знаю, почему он так называется. Он в начале каждого выпуска говорит «Привет, ВИСОС». Я не знаю, что это значит. Вот. Но есть очень много переведенных на русский язык его программ. Посмотрите, это очень интересно в плане повествования. И смотря на него, и смотря на очень многих наших блогеров, которые тоже на эту же тему говорят, я понял, что они просто его посмотрели. – Это научно-популярный контент? – Да, да, это научно-популярный контент. У него даже 3,5 миллиона подписчиков. – Ну, а если вы хотите говорить о научном контенте, то вы уже… – Он глубоко говорит. Посмотрите, реально, я был удивлен конечному подписчику. Он просто очень интересно говорит. И на самом деле такое повествование должно быть, если мы говорим именно о массовом зрителе. То есть мы должны подразделять. Есть массовый зритель – это одна категория. И одну категорию повествования. Если мы говорим о тех людях, которые мы уже как бы привлекли в науку, понятно ли, о них должно быть другое повествование, более глубокое, более детальное. Это просто разная аудитория. Делая любой контент, мы должны понимать, на какую аудиторию мы его делаем. Исходя из этого, мы уже берем определенные рычаги воздействия, и все остальное – психологию. Поэтому на самом деле все эти вещи уже существуют, они есть. А социалы будут их просто объединять. У нас будет сейчас разрабатывается портал, на котором как раз один из аспектов будет – это видео-лекции. Мы будем записывать максимально короткие, то есть это не будет видео-лекция растянутая на полтора часа ни в коем случае. То есть это 10-минутки по конкретным направлениям. Как снять сюжет, как смонтировать видео, как сделать презентацию, как сделать клип, смонтировать, что нужно для вещания внутри вуза, а какой свет, например, существует для телевизионной студии. Ну, чтобы вы во всем трогали. Коротко, 10-минутки будут такие. Мы будем привлекать, помимо тех спикеров, которые у нас будут… Уже в начале года. У нас уже в партнерах Выше школы экономики, как раз на ее базе, мы будем снимать эти видео. Там есть 3-е студии, которые мы сделали, там медиа-центр, и там как раз будем работать. Планируется ли какая-нибудь единая графика для региональных новостей, которые будут поступать в Вашу ассоциацию, для того, чтобы более-менее был схожий формат? Ну, мы пока об этом не думали, но, в принципе, если большее количество членов ассоциаций выскажется за то, что это надо, да, конечно, мы это сделаем. Чтобы картинка смотрела и гармонично. Я думаю, да. И смотрите, мы, когда все это нормализуем, уже запустим в свою работу, в самом начале мы проведем видео-форум. Он будет выходить в Москве, в Государственной Думе. И там как раз мы соберем всех основных членов ассоциации, чтобы как раз решить важные вопросы по движению дальше, основные вот эти аспекты, моменты создания информационной программы, телеэфира, как мы отбираем программы. То есть, чтобы все члены ассоциации принимали в этом участие, а не просто там кто-то где-то что-то решил. Как не пропустить это событие? Ну, во-первых, следите за новостями. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Единственное, что, к сожалению, ВКонтакте не позволяет очень много символов названия, поэтому она у нас называется Ассоциация в среде телевидении в скобочках МАСК. Если вы зайдете в ВКонтакте на телеканал посвящения, на его страничку, там как раз в перечне ссылочки будет одна из первых. Это ссылочка на ассоциацию. Мы там, собственно, публикуем все последние новости ассоциации по переговорам, по лекциям. Собственно, в сегодняшнем мероприятии тоже там будет. И, конечно, там будет вся публикация. Просто следите за новостями и никогда ничего не пропустите. Еще вопросы? Да, я опять же хотел задуматься. Вопросы о секретах. Вот как раз тот момент, когда я это конкретизировал. Как именно нужно выкладывать новости? Какие ресурсы? Каким информационным сопровождением? Какие заголовки должны быть? Чтобы максимально репостироваться. Ну, во-первых, когда ты пишешь любую новость, есть определенная структура этой новости. В первых, это название. Это должно максимально отражать происходящее. И как раз название должно завлекать, на самом деле. Ведь так как мы живем сейчас век кликового мышления, мы уже не веки клипового мышления, а уже кликового. Это уже другой уровень. Мы смотрим у себя в гаджетах, у нас одни названия, у нас нет описания. И по названию мы понимаем вообще, нужно нам туда идти или не нужно. Нужно ли нам это читать? Поэтому, первое, конечно, это само название, которое должно отражать не просто, что прошел мастер-класс, международное социальное социальное телевидение. Никому это на самом деле интересно. А вот какой-то факт, который я тут рассказал, если вы его действительно вынесли. Вот он может быть интересен. его в название. По этому названию уже могут кликать. А дальше уже вы рассказываете новость. Первое, что где, когда. Второе, вообще, зачем я это читаю. Очень важный блок в новостях. Вообще, зачем зритель это? И зачастую сам журналист не может ответить на этот вопрос, зачем он это пишет. То есть, если вы сами себе ответили на вопрос, зачем вообще вы приехали и написали, ну и зритель, соответственно, поймет. Вот, пожалуйста, три основных блока. Вы понимаете, дальше идут. Собственно, одна из наших основных лекций и будет посвящена написанию именно информационных текстов. В частности, на примере России сегодня. Потому что их тексты, они из самых показательных. Собственно, вот первое создание... Вот какие-то лекторы. Да, конечно, конечно. Участие платные. Потому что, как правило, участие будет платные? Кого? В форуме. Бесплатные, конечно. Бесплатные. Ну, во-первых, просто член ассоциации, мы уже приглашаем на членов ассоциации уже. То есть, они уже член ассоциации. Членские, у нас уже в Москве. Ну, как будто... Ну, там, с вами, не такие большие студенты. Членский ВУЗ были для ВУЗа. Потом, конечно, для самих студентов это все бесплатно. То есть, ВУЗ оплачивают членские классы? ВУЗ. А вот как Вы говорили для тех, кто вот, если еще нет студенческого дивидения в УЗе, какой-то организации нет, хочет его создать, но он вступает в новую ассоциацию или откуда... Он вступает просто как одна личность. Да. Да, а не организация. Да. И тогда он платит с вас или нет? Ну, сейчас мы это прорабатываем момент, это пока момент непонятен. Скорее всего, это будет таким образом происходить, что он вначале как бы не вступает, он как вступает в некую рабочую группу. Уже когда в его ВУЗе налаживается работа, ВУЗ вступает. Я думаю, таким образом это будет построено. Можно рассекать еще вопрос? Да. А вот если человек, ну, со своей команды создает телевидение, надо как-то документально подтверждать, что на какой-то телевидении есть, там какие-то правила... Так, еще раз. Если человек создает телевидение, со своей командой... ВУЗе. ВУЗе, надо как-то документально подтверждать. Но обычно ВУЗе это какие-то есть нормативные акты, они сразу делают, потому что многие делают как некую структуру, некое подразделение. То есть, какая-то баллона должна быть? ВУЗе относится к центру по связи с общественностью и техническими акциями. Ну, да, да, да. То есть, как бы, отдельно как СМИ, не обязательно, если вы не вещаете где-то, а просто производите контент, то отдельно как СМИ нет. То есть, вы просто как некое подразделение становитесь, там, по пиару, по СМИ. Ну, если вы хотите чего-то большего, если... То, конечно, можно зарегистрировать СМИ, ну, и телеканал как СМИ. Ну, это на клаву. Да, ну, это определенно. Очень важно проводить какие-то обучающие мероприятия, потому что, как правило, в УЗах занимаются журналистикой студенты, которые не имеют отношения вообще к журналистике. Ну, это то, что я говорил в самом начале. В основном, действительно, в студенческих телеканалах работают... Ну, тут разные причины. Но, в основном, это люди, которые учатся на других факультетах. Либо у них было изначальное стремление за журналистику, но им родители сказали, что нет, вначале на фирмахе, да, поучись, а потом уже посмотрим. Ну, поучи какой-то такой более глобальный модель. Потому что сейчас считается, что вообще такая профессия как журналиста, изначальная, да, в образовании. Ну, это так же, как профессия актера. Вот что-то похожее. На самом деле, это недалеко от правды. Ведь журналистика — это способ просто раскрыть ваши внутренние способности в плане донесения информации до людей. Это главный аспект. Если у вас изначале нет никакого багажа, то что же вы будете вообще доносить? В этом плане, конечно, если у человека есть первое высшее образование, он идёт на второе высшее образование, у него как раз журналистика, более продуктивно. Нежели, конечно, сразу идти в журналистику, в принципе. Но есть, конечно, такие уникумы, которые уже несут к себе кладезь информации, они идут сразу в журналистику и дальше двигают её вперёд. Правда, сейчас несоразмерно. И зачастую всё-таки люди, которые на журфаке учатся, они как-то не идут в специалистические каналы. По разным причинам, но, видимо, это недостаток мотивации. А тех людей, которые не учатся на журналистику и хотят просто этим заниматься, у них это больше мотивации именно получать всё на практике. Ну и зачастую они более востребованы. Потому что, когда человек просто приходит после какой-то журналистики, у него нет практики, но мы говорим, и что? Что ты умеешь? Да я знаю историю журналистики. Главное одеться. А если он уже... Собственно, то, что я говорил в самом начале, что студенческая телестудия — это ваш первый шаг в большую журналистику. Это как раз ваша возможность уже сразу в ВУЗе получать практику. И когда вы пойдёте на работу, вы не будете говорить, что у меня нет практики. Пожалуйста, я пять лет отучился, я проработал в студенческом телеканале, у меня вышло 200 сюжетов, я сделал там 30 телепроектов, взял интервью того-того-того. Да вас с руками хватит. А ещё скажете, что я член Ассоциации международной студенческой телевидения, а вообще соединилась с вами. Ещё вопросы? Стажировки только в Москве и когда они работали? Нет, стажировки не только в Москве. Собственно, почему и название Международной ассоциации студенческой телевидения? У нас уже 9 стран в ассоциации. И одна задача, чтобы студенты как раз обменивались опытом и другими странами тоже. Пока, вот мы очень надеемся в следующем году уже поставить делегацию в Китай. Ну конечно, для этого желательно знание английского языка, чтобы хоть кто-то из вас там знал китайский язык делегации. Потому что у них вообще по-другому построена система образования и медиа. А кто будет оплативать поеду? Будет обряд ли на это пойду. Ну это всё, я тебе так скажу, не студенты. Собственно, задача Ассоциации, чтобы для студентов это в финансовом образе. Таким не отразилось. То есть здесь в основном идёт работа с вузом непосредственно напрямую и с государством. Что символизирует эти буквы школы? Ну вообще изначально это были цвета брикс. Ну а вот сейчас? Ну и сейчас так и остались. Ну как бы это просто разные страны, так и она международная. Это разные страны, разные направления. Разные студенты, ведь они тоже абсолютно разные. Разные вузы. Мы все разные, но мы все объединяемся, делаем телевидение, продвигаем журналистику вперёд. Что у нас там со временем? Всё, наверное? Ещё 10 минут. Ну что, ещё вопросы есть? Как ты относишься к Перископу? Журнал Перископ, это имеешь в виду... Ну новая вот эта фишка. Социальная сеть. Социальная сеть. Видео специально. Прямо... То есть скайп только хардовый. Ну... Инстаграм только с видео. Сейчас просто... У меня многие лекторы, что будут обязательно использовать это. То есть, в принципе, снимая какое-то мероприятие в вузе, сразу же выдавать его в Перископ. И все видят, что в этом вузе проходит вот это... Ну смотрите, любая социальная сеть — это просто способ распространения информации. От того... Понимаете, почему Twitter так раскрутился? Потому что просто все начали твитить, да? Почему Инстаграм? Потому что все начали туда сливать фотки. Но также они сливают и ВКонтакте, и Фейсбуке. Любая новая социальная сеть — это просто некая возможная дополнительная аудитория. Если вы сами начнёте туда сливать материал, конечно, она будет... И будете ещё постить, что вы именно туда слили материал, конечно, она будет набирать популярность. Но разница в том, чтобы вы это делали в том же самом ВКонтакте, в Фейсбуке, либо у тебя у себя на сайте, особо, конечно, нет. Я говорю, тут первоначально, что за контент вы даёте зрителю? Снимая на телефон, можно вполне в прямой эфир сделать. Почему нет? Тем более, если происходит это прямо сейчас, какое-то важное мероприятие. Это отдельный формат, конечно. И тут не вопрос платформы. Платформы может быть огромное количество. Их сейчас море просто, этих платформ. Вопрос, что вы показываете? Если вы показываете в формовом эфире, как, я не знаю, там, конечно, что-то скучное, не будем... Важно, в какой платформе это будет, не будет интересно. Как вы собираетесь продвигать, рекламировать ваши ассоциации? Ну, вот, например, сейчас форумы. Ну, это понятно, помимо. Ну, это форумы. Это форумы, это визиты в вузы. То есть, вот я уже в этом месяце побывал на 1, 2, 3, 4, 5 форум, в котором я был. Потому что сейчас проводится огромное количество медиа-форумов во всей стране. Их колоссальное количество. И именно такое живое общение, оно и способствует продвижению бренда. Ну, назовем это так, бренда. Реклама какая-то прямая, ну, я не учу, нам это надо. Мы не заточены, чтобы она знали о каждой член Российской Федерации. Нам очень важно донести нашу информацию именно до тех людей, которые реально занимаются тележурналистикой, вообще журналистикой в вузах. Поэтому, безусловно, это форумы подобные. И мы будем организовывать выезды в вузы. Именно непосредственно на вузовские телеканалы. Это наша делегация, плюс мы будем брать студентов из других телеканалов. То есть, будем делать такую делегацию. Вместе ехать. Там знакомиться, обмениваться. Опыты, как мини-форумы будут такие небольшие. Ну, как бы сложно назвать это форумы, да? Это просто некий такой визит. То есть, как тоже некий дополнительный способ. в форуме, в пиадрах и визит. Ну, если будут у кого-то, конечно, пожелания и интересные идеи, мы их высушим по первому. Ещё вопросы? Всё? Ну, тогда всё, растёт вопросы. Спасибо. Спасибо.